В сегодняшнем видео речь пойдет не только о косметике Фаберлик, но также о их электрических гаджетах. И немножко я вам тоже подготовила тут аксессуаров, а именно у меня есть два клатча из новых коллекций. Обо всем об этом не терпится мне уже рассказать. И я, кстати, когда делала свое видео о заказе Фаберлик на 10 тысяч рублей, я говорила, что там еще не вся продукция. Частично я там оставила некоторые штучки для будущих обзоров, в том числе всякие вот такие электрические гаджеты, потому что они требовали немножко больше времени для тестирования. У меня вот тут вот есть эта щеточка для умывания и также пилка для ног. Давайте начнем, наверное, с пилки для ног. Я когда заказывала ее, то по виду она сразу напоминает всемирно известную пилку Шоль. Она была очень популярная, и я решила протестировать, что же такого, что же за зверек вот такой вот у Фаберлик. И, честно говоря, я не думала, что я настолько буду сильно впечатлена действием этого прибора. У меня ноги настолько круто не выглядели, я не знаю уже сколько лет, потому что после того, как я воспользовалась этой пилкой, я свои ноги, честно, не узнала. Я даже ходила к своему мужу, говорила, посмотри, посмотри, у меня пяточки, как у вообще, как у младенца. И он, кстати, тоже заинтересовался и говорит такой, а мне можно вот этим пользоваться? Я тоже себе хочу, в общем-то, сделать такой же эффект. И да, нам обоим очень эта штучка понравилась. В комплекте идет еще дополнительная сменная вот эта насадка, именно сама шлифующая штука. И, насколько я понимаю, они еще должны отдельно как бы в будущем, я надеюсь, что они должны будут в будущем продаваться отдельно, потому что иначе будет обидно, когда две пилочки вот эти придут в негодность, нужно либо покупать заново всю вот эту штуку, либо просто ее выбрасывать. Поэтому очень надеюсь, что отдельно они начнут продаваться. Но для тех, кто думал, прикидывал, стоит покупать или не стоит, работает или не работает, 100% работает, я вот просто без малейшего сомнения могу вам рекомендовать этот продукт. Дальше хочу вам рассказать о щеточке для умывания. И здесь вот на самом деле 4 насадки, то есть это не только щеточка для умывания, но и щеточка тоже для массажа, здесь есть роликовая такая насадка, и также щеточка для такого пилинга лица, потому что это такая как наждачка такая своеобразная. Тоже протестировала я эту штуку, я уже пользовалась и кларисоником, я пользовалась от Philips, тоже такой вот похожей щеточкой. Что хочу сказать, ну прям сильно какой-то примечательной я бы ее не назвала, то есть достаточно стандартная бюджетного класса такая вот щеточка. Мне нравится, что здесь много насадок, потому что за такую бюджетную цену вы получаете действительно более-менее такую функциональность. Я очень люблю, когда я умываюсь, вот сначала использовать вот эту силиконовую насадку, и я когда надеваю, я вот прям на эту силиконовую насадку, я ее смачиваю немножко, и прям на эту силиконовую насадку наношу средство для умывания, и иногда даже начинаю с того, что я смываю макияж именно вот этой вот щеточкой, и макияж очень классно смывается, стойкий, не стойкий, любой, ну за исключением глаз, естественно, с лица я все смываю. После этого я переключаю насадку на вот эту вот классическую щеточку, и уже умываюсь с помощью средства для умывания лица, то есть не средства для снятия макияжа, а средства для умывания лица. И опять-таки минутку прохожусь, отлично моет, то есть как бы я после того, как пользуюсь вот этой вот штукой, я не замечаю, что вот как бы у меня еще остается какая-то косметика или что-то такое. Вот эта щеточка грубоватая, в принципе, если у вас чувствительная кожа, наверное, все-таки не стоит покупать эту щетку. Если никакой чувствительности особой вы не замечали, вполне можете взять, она достаточно стандартная такая за свои деньги, вполне нормальная щеточка. Что касается вот этого ролика, роликовой этой насадки, то мне она, наверное, понравилась больше всего, потому что я раньше ничем подобным не пользовалась. И после того, как я заканчиваю умывание, я наношу кремы, какие-то свои там сыворотку или крем, и мне нравится вот так вот потом прорабатывать свое лицо и делать такой вот микромассаж. Действительно приятно, и мне кажется, что если на это не забивать и делать регулярно, то есть каждый день, там через день, то можно потом будет проследить какую-то положительную динамику в плане тонуса вашего лица общего. Я тоже пополнила свою коллекцию сумок, взяла вот эти два клатча, потому что очень они меня заинтересовали. Давайте начну с более хорошего. Вот этот клатч мне понравился намного-намного больше. Он вот действительно вот такой вот как клатч, то есть его очень удобно вот держать в руках, можно там подмышку себе взять. Ну, то есть вот такой типичный размер клатча. Сделан он тоже очень прилично, то есть вот как бы смотря на вот этот клатч, я не могу сказать, что это какой-то там дешевый бренд, или я вообще не могу сказать какой-то бренд, потому что сразу вот так вот с первого взгляда и непонятно. Он тоже здесь идет на вот таких вот заклепках, и в середине тут есть молния. Я, как видите, с ним еще даже ни разу не ходила. Пока что я только недавно их заказала, и жду, когда доступит момент, чтобы их выгулять. Мне очень нравится вот этот вот такой эффект вида. Мне кажется, очень стильно, красиво, так вот даже вот как в стиле Шанель. Мне очень понравился этот клатч, буду с удовольствием его носить, это 100%. Что же касается вот этого, то, к сожалению, я рассчитывала, что качество будет вот как предыдущее, но вот этот мне абсолютно не понравился. Во-первых, он уже, это не клатч, я не могу сказать, что это клатч, это скорее уже сумочка на вот такой вот молнии, опять-таки вот в стиле такой вот как Шанель, да, оно сделано немножко. Но вот что меня очень сильно разочаровало, так это вот общее качество этой сумки, потому что, ну, во-первых, все как-то, ну, неряшливо сделано. Основа этой сумки, это какой-то, видимо, картон, и вот в некоторых местах, вот видите, вот, например, как здесь, у меня вот даже этот картон как-то смят, и это создает вот такие вот неровности, потертости тоже в этих местах, это затирается, затираться будет быстрее. И в целом вот как-то оно как-то сделано как немножко несимметрично, неровно, что ли. Вот не знаю, вот этот клатч меня очень разочаровал, хотя я возлагала огромные надежды, потому что сейчас вот такой вот бархат, это огромный тренд, вот бархатные вот такие вот вещи, вельветовые вещи, это в большом сейчас тренде. И я вот думала, что вот как раз вот я возьму себе такую штучку, она будет очень как бы модной, трендовой, но в то же время это совсем недорогой вариант. Ну, я не знаю, я скорее всего носить эту сумку не буду, потому что, ну, все-таки качество немножко подхрамывает, я ожидала чуть-чуть получшего. То, насколько лучше сделан этот клатч, и насколько вот этот меня разочаровал, ну, обидно все-таки, я думала, будет лучше. Теперь давайте немножко о косметике поговорим. Вот эта вот штука, многие меня спрашивали, пробовала я или нет. На самом деле, я когда это увидела в каталоге, меня это до безумия поразило, потому что это именно такая вот вещь, очень трендовая, да, вот палетка для скульптурирования, все бренды выпускают, но в то же время Фаберлик это более такая фирма, для меня всегда была такая более, знаете, какая-то классическая, что ли, не гонящаяся за какими-то бешеными там тенденциями. То есть, в основном в Фаберлике можно встретить более классические там текстуры, там теней, помад, карандашей каких-то. А вот эта штука меня очень поразила, потому что реально тут корректор, потом румяна и хайлайтер. И все это еще и в очень такой вот удобной, плоской, красивой упаковке. Что же касается того, какое здесь качество, какие вообще эти продукты, опять-таки меня это просто до безумия поразило, потому что очень классная палетка. Вот я вообще не ожидала от Фаберлик выпуска вот такой вот палетки. Корректор здесь феноменальный просто, вот для светлокожих девушек реально такой настоящий серо-коричневый оттенок, потрясающий просто. Очень легко растушевывается. Вот сейчас у меня скулы, и вот здесь вот эта зона немножко на шее. Все это я использовала вот эту вот палетку, то есть и румяна, и хайлайтер, все у меня отсюда. Корректор, ну, просто безумно классный. Я не знаю, мне настолько он нравится, он настолько легко растушевывается. Я уже даже вот использовала его тоже на моделях, потому что у меня реально рука к нему тянется, у меня не тянется рука к каким-то более дорогим брендам, а тянется рука именно к Фаберлик. Что касается румян и хайлайтера, то румяна здесь неплохие тоже, очень красивый оттенок, но вот эти именно более такие розовые, холодные розовые, мне такие меньше идут, нежели чем персиковые. Вот для себя я бы, наверное, не сильно часто использовала. Ну, я сегодня нанесла, чтобы вы посмотрели, как это приблизительно выглядит. Но для себя вот я не очень. Но в то же время, как бы, для тех, кто любит холодный розовый румяна, отличный вариант. Они освежают тоже очень классно вот такой вот холодный цветотип светлых девушек. И что касается хайлайтера, хайлайтер здесь, наверное, самое слабое звено. Мне хайлайтер, вот который я показывала в предыдущем видео, с шариками, да, вот которые там сверху кисточка, а внизу шарики, вот тот хайлайтер тоже вот безумно крутой. Вот этот же, он, наверное, слишком деликатный, я бы его так назвала. То есть он создает такой вот совсем-совсем-совсем еле заметный какую-то вуаль, вот такую вот сатина, наверное, как-то так. Если это то, что вы ищете, то вам эта палетка очень понравится, ну, в частности, этот хайлайтер. Но, учитывая все вышесказанное, только ради этого корректора я вам 100% рекомендую бежать просто и заказывать эту палетку, потому что реально очень классная она. Еще один продукт, который мне тоже очень понравился, это были румяна. Новые румяна тоже Алия Славы, 62-87. В первую очередь понравилась упаковка, потому что здесь очень красивый вот такой вот узор из нескольких цветов. Я когда пару лет назад была на заводе Фаберлик, я видела, они рассказывали там о новом, новой машине, которая вот именно вот такие вот прессованные элементы и делает. И они тогда рассказывали это о чем-то, как о чем-то таком очень большом достижении, потому что машина эта, судя по всему, стоит очень дорого. И поэтому они говорили, что в скором будущем вы будете замечать, что продукция Фаберлик выпускается уже в более интересном формате, то есть вот такие вот элементы можно уже будет делать. И согласитесь, это выглядит получше, чем вот просто стандартные вот такие вот прессованные штуки. Но, конечно же, платим мы деньги не за красоту, хотя иногда и за это бывает, а за то, какой собственно сам продукт в середине. Румяна мне эти тоже понравились. Вот я не знаю, Фаберлик пока на данный момент, наверное, выпускает самые лучшие румяна для меня лично, потому что они не слишком пигментированы, в основном сейчас вот все как-то в погоне за пигментацией. А в румянах это для меня лично минус, потому что я лучше буду постепенно наслаивать оттенок, нежели я поставлю такое пятно, которое буду потом в панике растушевывать. Оттенок здесь при смешивании получается опять-таки такой вот розовато-персиковый, какой-то вот такой, ближе к розовому, нежели к персиковому. Красивый румяна, мне очень нравится, я опять-таки для себя использую. Так, поехали дальше. Пудра. У меня есть пудра для лица, это тоже новинка. Ой, у меня тут выпадает пуховка, сейчас я вам все презентую. Пудра для лица, новинка, это звездный выход, 63,16, я себе взяла оттенок. Выглядит это все дело вот так вот, здесь вот несколько ярусов. Меня, кстати, недавно спрашивали, какую бы я пудру матирующую подсказала бы из Фаберлик, и у них это место как-то пустовало долгое время, потому что были какие-то пудры с эффектом сияния, были какие-то пудры вуали, но не было вот именно такой вот жесткой матирующей пудры, но теперь есть. Для девчонок, которым нужна пудра для поправления макияжа, чтобы носить с собой в сумочке и немножко матируем там Т-зону, немножко может быть добавлять покрытие там, где оно вытирается со временем, то есть вот на крыльях носа, например, иногда бывает вытирается тон, и нужно добавить немножко покрытия. Вот это классный для этого продукт. Пудра достаточно плотная по своей текстуре, то есть это не просто такой вот легкий закрепляющий вариант, нет, это более плотная, но она очень круто матирует, добавляет немножко покрытия, и пользоваться ей все-таки нужно немножко осторожно, чтобы не было прям такого, знаете, как в три пальца штукатурка у вас на лице. Вот эта пуховка, кстати, работает здесь очень неплохо, вот я именно так и пользуюсь, буквально чуть-чуть, еле-еле промакиваю, не нужно много, и потом прохожусь вот так вот по лицу, там, где мне нужно мотирование, и получается как раз именно тот эффект, который нужен. Поэтому если вы ищете именно матирующую пудру, то вот это очень матирующая. Последние два продукта, о которых расскажу, первый из них это крем для лица и шеи, вернее, даже это не крем, а гель для лица и шеи, увлажняющий, написано интенсивное увлажнение. Я уже показывала этот продукт, он у меня уже закончился, я его заново заказала, потому что очень-очень-очень-очень классный крем в линейке Фаберлик. Это, кстати, не Фаберлик, это бренд Сенгара, я точно не уверена, как бы, почему он называется по-другому, почему не Фаберлик, но в каталогах Фаберлик он представлен. Мне очень понравился этот крем, я половину лета им пользовалась, это действительно вот как просто попить воды для вашей кожи, то есть он очень увлажняющий. Сейчас отопление включено, у меня кожа вообще безумно просто сохнет, я вот прям чувствую, как она стягивается, а вот этот крем несколько помп, там буквально две помпы, растираю между ладошками, вот так вот промакиваю лицо, и у меня такое впечатление, что кожа просто вот попила воды. Очень классный крем, недаром я его уже второй раз заказываю, второй раз буду его им пользоваться, всем советую, кому нужно увлажнение, он там не питает, не разглаживает морщины, вот у него нет вот таких вот каких-то обещаний, там бешеных, что он сделает все и сразу, нет, это сугубо увлажняющий, и причем хороший увлажняющий крем. И последнее, что хочу показать, это тоже такая относительная новинка, мицеллярный гель для снятия макияжа, это именно формат геля, то есть это не мицеллярная водичка, это именно формат геля. Знаете, такое какое-то двоякое у меня впечатление от этого продукта, потому что, когда я пользовалась им, на ватный диск нанесла, я попробовала снять макияж, у меня создалось впечатление, что он вообще ничего не смывает, то есть абсолютно никак не работает, и я разочаровалась, я его отложила, и как бы решила, что нет, наверное, это все-таки не мой продукт, но я потом заказала вот эту вот штуку, то есть начала омываться с помощью этой штуки, и помните, я вам в начале видео рассказывала, что на вот эту силиконовую щеточку я люблю наносить какое-то средство для снятия макияжа, так вот, я попробовала с вот этим гелем, отлично работает, отлично смывает, я не часто им пользуюсь, то есть я не могу сказать, что это прям мой сильно большой фаворит, раз я его заказала, я как бы скорее всего им допользуюсь, но опять-таки все равно двухфазное средство для снятия макияжа остается моим абсолютным фаворитом, я скорее порекомендую вам заказывать двухфазное средство, нежели любое другое из линейки Фаберлик, на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, что оно вам понравилось, если так и было, конечно же, ставьте мне пальцы вверх, оставляйте внизу свои комментарии, делитесь своим каким-то опытом, что вы предпочли заказать в этом каталоге новом, что понравилось, что не понравилось, может быть, что-то мне посоветуете, и на этом я с вами прощаюсь, до встречи в следующих видео, пока!